Всем привет! Мы начинаем новый день. Сегодня у нас 7 августа, среда. Время сейчас 4 часа дня. И мы собрались с Алексеем в больницу, где лежит моя мама. Её сегодня выписали. И она сейчас сидит, ждёт, когда ей дадут больничную на руки. Так что мы сейчас поедем, заберём маму из больницы. А потом ещё нам надо в Атву съездить. Так что мы едем и берём вас с собой. Поехали! Здесь Алексей со мной едет. Всем привет! Вы знаете, остаётся до свадьбы 2 дня. И у меня начинается свадебный мандраж. Я даже представить себе не могу. Если у меня, как у мамы невесты, за 2 дня такой мандраж, то каково сейчас ребятам? Я даже представить себе не могу. Они, конечно же, нервничают, переживают. Наверняка. Там задняя дверь либо не закрыта, либо резинка. Ну, давно мы доедем, а там выйдет, а посмотри. А ты в зеркало не видишь? Открыто или нет? Да нет. А, резинка. Да и нет, окно будет закрыто. Сейчас, подождите, а то такое... У меня закрыто. Такой звук, как будто я на улице сижу. Ну, наверное, уплотнительная резинка на двери. И когда массажиры садятся, то ее сдергивают. А Алексей сегодня таксовал на моей машине, потому что вчера на его машине поехали. Леша повез меня на коррекцию ресниц, и у него... Из-под капота? Из-под машины. Из-под машины потекло масло. Откуда, непонятно. У него уже была такая поломка, наверное, неделю назад. В прошлый понедельник мы забрали ее. Что-то не доделали. Может, рейка, может, шланг с высокого давления. Да, неделю назад, в прошлый понедельник, мы ее забирали с ремонта. У нее была точно такая же поломка. И вот, видимо, что-то не дотянули. То ли рейку, то ли шланг. И в итоге опять масло выходит. Но обещали ее к среде сделать. Ну, нам не принципиально, потому что осталось два дня до свадьбы. У нас одна машина есть, нам этого будет достаточно. А работать мы все равно не будем, потому что у нас много обязанностей. Завтра Алексея надо буду отвозить к свадьям ягоды. Чтобы она сварила компот, нам надо в Славутич отвезти компот. 10 литров компота. Я буду на лазерной эпиляции, в парикмахерской буду. Наконец-то, наконец-то мне приведут в голову порядок. Я, представляете, получается, я все это лето ходила с неухоженной головой. Вы представляете? Потому что я была весной у Анарид. Она мне волосы покрасила, а стричь меня отказалась. Потому что она сказала, если я тебя подстригу, укладывать будет совершенно нечего. Ну, тогда будет просто обычная стрижка. А если я хочу, чтобы у меня действительно была, ну, красивая укладочка, то надо немножечко волосы отрастить. Так что, получается, все это лето я вот ходила с таким шлемом на голове, с очень густыми длинными волосами. Мне было жарко. Я все лето промучилась, но оно того стоило. У меня уже было такое время, но, правда, мне тогда больше повезло. Я всю зиму и всю весну, нет, даже не всю зиму и весну, я, наверное, почти год не стригла волосы специальных. Да не почти год, а точно год не стригла волосы, потому что я отращивала к Ленному выпускному в школу. И на выпускной у Лены в школе у меня были длинные волосы, мне их очень красиво делали прическу. Я целый год ходила с неухоженной головой. Ну, такую цель себе поставила. А сейчас вот, получается, я все лето хожу с такой неухоженной головой, и все ради того, чтобы у меня десятого была красивая прическа. Да, я такой человек, что ради одного дня я могу пожертвовать всем летом. Ну, потому что для меня это очень важное событие. Свадьба нашей любимой дочери. Такое событие бывает раз в жизни. Правда, Алексей? Конечно. Вот, поэтому оно того стоит. Все мы, конечно, нервничаем, переживаем. Все прекрасно понимают, что на свадьбе всегда что-то пойдет не так. Но, тем не менее, все равно почему-то переживаем. Хотя мы понимаем, что надо отпустить данную ситуацию, все будет хорошо. Ну, все равно вандраж такой присутствует. Хорошо, что маму выписывают сегодня. Я очень переживала, что она не попадет на свадьбу. Хотя она сразу сказала, я все успею. Даже если, говорят, меня не выпишут, я все равно на свадьбе буду. Ну, я, если честно, даже не сомневалась нашей маме. Потому что она, да, такая, она ради Лены убежит из больницы через забор. Но на свадьбе будет. Разве она может пропустить свадьбу единственной любимой внучки? Нет, конечно. Алексея мама тоже. Вот мы были у нее. Позавчера? Да, позавчера. Мы были у нее. Она тоже уже волосы покрасила. Вот, тоже готовится. Хотя Леша у нее спрашивала, ты к свадьбе готовишься? Она говорит, ой, ты что мне готовиться к свадьбе? Я что, невеста? Оделась да пошла. Но, тем не менее, она волосы покрасила. Нам прям с Алексеем было очень приятно, да? Ну, конечно, приятно. А мама моя пойдет на укладку вместе со мной. И тетя моя пойдет к Наид. И если надо будет, то там время будет, чтобы либо подстричь, либо подкрасить что-то. Ну, хотя мама моя красилась, все нормально. Ей только уложить надо. А тетя сказала, что, наверное, на свежить стрижечку. Ну, там время будет, пока я к ребятам съездю в ЗАГС. Я не знаю, рассказывала вам или нет. Они очень рано встают, едут на фотосессию, в фотостудию. Потом, не на фотосессию, ну, на фотосессию в фотостудию. Потом поедут в ЗАГС, там заберут документы. И я хочу их там покормить завтраком. А потом уже они поедут на фотосессию по городу, если погода будет хорошая. Потому что сегодня вот у нас вообще такой проливной дождь был. Просто жесть. Вот, на фотосессию поедут. Потом на выездную регистрацию. И потом только в ресторан. В ресторан, получается, в 5 часов. Это уже поздно. Их надо обязательно покормить. И вот я поеду в ЗАГС. А мама, тетя моя как раз будут укладываться там, встречаться. Что им надо. Что им необходимо. И вы знаете, я так переживаю, что в день свадьбы будет дождь. Вообще очень переживаю по этому поводу. Я, конечно, понимаю, что есть зонты там. Есть много чего. Во-первых, мы не смогли найти качественный, хороший, прозрачный зонт. Лена заказала на Валберис. Но там очень плохие отзывы. И не факт, что там нормальный зонт придет. А во-вторых, будет очень грязное платье. Сейчас отвечу. Мама получила уже больничный лейст. Ждет нас около шлагбаума. Так что все хорошо. Все по плану. Да, вот платье. Там у Лены очень длинный шлейф. У меня сейчас дома висит это платье под потолком. И на полу постелен плед. И еще на полу лежит это платье. То есть там очень длинный шлейф. И, наверное, будет он грязный. Но он грязный будет в любом случае. Даже если не будет дождя. Потому что пыльно в городе. Но пыль это пыль. А вот мокрое и грязное это вообще, да? Страшное дело. Она, конечно, постарается. У нее там есть застежка такая. На пупу, на пуговичку пристегивается. Либо на руку одевается. Она, конечно, оденет на руку. Но это не спасет. Все равно свадебное платье, оно в пол. Там даже туфельки у нее не торчат. Поэтому очень я переживаю по поводу погоды. Надеюсь, что, Божечка, услышит наши молитвы. И будет все хорошо. И вообще, я сама по себе очень переживательный человек. Мне даже тему для переживания не надо давать. Я ее сама найду. И сама буду переживать. Да, Леша? Да, я очень такая переживательная. Сама себе. Мне недавно Дмитрий за глаз сказал. Татьяна, Дюша, вы переживательные. Да, я такая вот честно. Переживательная. Мы уже подъезжаем. Сейчас заберем мою маму. На улице уж селился дождь. А мама нас ждет возле Шлопаума. А мы ставим на светофоре. Представляете? Я прям еще больше по этому поводу переживаю. Сейчас намокнет. У нее, наверное, зонта-то нет. Вот у нее зонта. Все, подъехали мы. Наконец-то вообще к больнице просто не подъехать. Столько машин. А, наверное, все документы получили, как и мамы. Начали выписываться. Здравствуйте. Привет. Привет. Наверное, это все выписываться начали. Глянь, сколько машин. Ну да, только больничные выдали. Да еще и на него поликлинице. Я тут сказала на Найке. Заехали в кондитерскую. Маму уже отвезли домой. И вот сейчас заехали в кондитерскую. Возьмем сын-то чаю. И поедем к своте. Здравствуйте. Сейчас выберем какие-нибудь вкусняшки. Ну, в общем, взяли вот такие прянички. Шоколадно-апельсиновые, да? Угу. И взяли вот такие палочки с сгущенкой. Так что все, едем к своте на чай. У своти нашей дома кофемашина и готовят очень-очень вкусный кофе лата. Я люблю кофе лата. И кофемашина готовит очень вкусное лата. Там взбивает молоко, прям пенка такая. Так что сейчас напьемся с вами кофе. Ну, нет, не с вами. Я поеду без вас. Моя свотея не готова сниматься в моих влогах. Так что поеду, к сожалению, без вас. Потом вам расскажу, как посидели, что было, что видели. Блин, ну, вообще, вот как можно ехать с своих зрителей, да? Пить чай. У Алексея телефон звонит. Всем привет. Всем привет. Мы продолжаем наше вчерашнее видео. Ну, а сегодня у нас уже 8 августа, четверг. И мы сейчас собрались. Леша меня отвезет на эпиляцию. А по дороге заедем к сватье. К Диминой маме. К сватье. Отвезем ей баклажки для компота. Пятилитровые. И отвезем ягоды замороженные. Здравствуйте. Из которых надо варить компот. Не знаю, хватит ягод или нет. Но, если что, я думаю, Ирина свои добавит. Вот. Дала там вишня, черная смородина и красная смородина. Но у меня еще есть малина, клубника. Но, если я не ошибаюсь, у Ирины тоже есть. Но я сейчас ей сообщение отправлю, что, если что, позвонят. Тут Леша рядом домчит. Вот это мы по дороге, как на эпиляцию ехать заедем к сватье. А потом тогда к Леночке Добариной на эпиляцию. А потом... У меня сегодня день красоты. Я буду стричься и краситься. Волосы буду стричь и красить. К дню свадьбы. Сегодня у нас восьмое. Остается совсем мало времени до свадьбы. И у меня, знаете, прям какой-то мандраж. Немножечко переживаю. Сегодня с утра зашла на YouTube с телевизора. Ну, я когда просыпаюсь, включаю телевизор, у меня там YouTube. Ничего не работает. Позвонила оператору. У нас МТС, домашний интернет. Говорит, данную площадку их сервис не поддерживает. Ну, ладно. Зашла с телефона. Ничего не работает. Но у меня включен Wi-Fi был. К домашнему интернету. Вообще ничего не крутится. Просто белое всё. Студия тоже не работала. YouTube. С мобильного интернета я отключила Wi-Fi. С мобильного интернета загружается очень долго, очень медленно. Она всё крутит, тяжело смотреть, но работает. Ну, потом почитала немножечко в интернете. Многие пользуются VPN. Скачала там бесплатно VPN. Причём вот самый первый, который был в плей-маркете. Ну да, работает. Хорошо работает. Но я видео не загружала, только смотрела. Комментарии читала. Работает хорошо. Всё быстро загружается. Я, конечно, никого из вас не призываю. Но даю вам такую информацию. Кому-то она может быть полезна, будет кому-то нет. Я так понимаю, что сейчас у многих не работает YouTube. Поэтому попробуйте скачать VPN. Ну, просто бесплатный хотя бы. Я посмотрю, если что, потом, может быть, в платную версию себе загружу, чтобы видео можно было загружать на YouTube. Пока бесплатным попользуюсь. Ещё хотела сказать, что у меня есть Дзен-канал. Есть Рутуб. Но на Рутуб, во-первых, в 4К вообще не загружаются видео. А во-вторых, мне приходится часто, не часто, всегда ухудшать качество видео. И не все вообще видео я могу загрузить на Рутуб. Не знаю, по какой причине они просто не загружаются. Так что на Рутубе у меня есть видео, но не все. На Дзене все видео, такие же, как и на YouTube, один в один. В ВК также я загружаю все шорты, все клипы, все видео, всё загружаю. Так что можете переходить в ВК, можете переходить на Дзен, на Рутуб, кому как удобнее. Ещё у меня есть Телеграм-канал. Но там, правда, очень мало сейчас участников. Только, ну, практически 16, по-моему, 16 или 17 человек всего. Ну, я думаю, люди со временем подтянутся. Там открыточки можно посылать, доброе утро друг другу желать, делиться какой-то информацией, рецептиками. Достаточно интересно. Так что, кому не сложно, загружайте Телеграм-канал, подписывайтесь. Все ссылки я оставлю в описании под этим видео. Я уже подъезжаю к Леночке добавленной. Пойдёмте с вами на эмпиляцию. Не одно же мне мучиться. Я всегда вас беру с собой. Я тебя снимаю. Всем привет! Погода сейчас у нас, да, не очень приодная. Зато не жарко. Зато не жарко. Я сейчас готовлю Танечку к лазерной эпиляции и зарисовываю родинки. Породинка обработать нельзя, поэтому прорисовываем всё, прячем. И сеточку здесь вот тут всё. Насколько мне известно, Таня, у вас тут событие какое-то намечается, да? Да, 10 августа. Вот готовимся. Да, да. Стараемся поднять друг другу настроение. Не друг другу, я стараюсь. Да, да. А тут оболнение. Вы не представляете, сколько там волнения, мама дорогая. Вообще ужас. Если я волнуюсь, то я даже представить себе могу, какого там Леня. Это вообще. Дочки, дочки. Так, Танюш, поехали. Как ощущения? Замечательно. Сейчас буду замедляться потихонечку. У нас сейчас лёгкое покалывание, тепло. Когда замедляют, ощущения усиливаются. Терпимо? Да. Вот так вот вожу и вожу. И вожу, и вожу. А чем я занимаюсь? Вожу. Рукой. Вообще ничего не делает. Вообще ничего не делает. Терпимосты я берёт. А деньги зарабатывают, да. Кстати, Лена у нас занимается не только лазерной эпиляцией. Да. Лена, ты у нас мастер термонентного макияжа. Макияжа. Да, со стажем 12 лет. Также выбираю татуаж и татуировки. И делаю небольшие татуировки. И делаю маленькие татуировки, да. Делаю ещё чистку лица. Но чистку лица делаю, потому что люблю поковыряться. Поэтому делаю чистку лица. Хорошо делаю, люди возвращаются. Я же всё хорошо делаю. Простите за скромность. Да, да. Я подтверждаю. Подтверждаю, да? Да. Ответственный мастер. Елена Добалина. Старомосковская, 20. Салон красоты Кокос. Салон красоты Кокос. Контактный телефон я вам, Леночке, наставлю в описании под видео. Да. Приехала уже к Наид. По дороге взяла кофейку. Вот такая вот у меня парикмахерская, в которую я пойду. Это я. Идём наводить красоту. Смотрите. О, Наид голова в окно торчит. Вы это видите? Так смешно. Она мне разрешила выйти чуть-чуть, а то помещение очень душно, особенно под этим пенюаром. Это же плёнка, пакет. И прям вообще дышать нечем. Вышла на улицу чуть-чуть. Ну, у нас тепло, хорошо, поэтому уже половину фольги с моей головы сняли. Потому что пока делали зад фольгой, уже перед весь окрасился. Поэтому частично уже фольг мы сняли. Сейчас ещё минут 10 подержим это. И будем смывать. Смывать и ещё раз будем краситься. Тонироваться, наверное, это называется. Ну, чтоб не жёлтый голос был. Острича, Наид сказала, так и не будет меня. Только вот нижние волосы немножечко поправить, чтобы они дрыком не стояли. Острижку делать мне не будет, потому что нечего будет укладывать. Она уже придумала мне прическу в голове. И идёт мысль на к этой прическе. Я уже выгляжу иначе. Фольгу сняли, голову смыли. Голосы, ну, краску с волос. И сейчас тонируемся. На улице там ремонт какой-то идёт. Поэтому вы не слышны, что я буду говорить. Показываю вам отсюда. Вот такая я. Мы закончили. В итоге меня опять не подстригли. Только вот чуть-чуть, чуть-чуть сзади убрали. Вот. Вот тут. Под машинкой подстригли. И челочку чуть покороче сделали. И всё. А так больше не стригли, не филировали. Вообще ничего. Вот такой цвет волос у меня. Сказали стричь будут после свадьбы. Вот такой вот у меня цвет волос. Ну, я сейчас к дёму подъеду. Буду заканчивать видео. И получше вам тогда покажу, какой цвет волос у меня получился. Мы уже приехали домой. Показываю вам, какой цвет волос у меня получился. Ну, я довольна. Мне нравится. Хотел Лёшу попросить, чтобы он меня поснимал. А он убежал. Поснимаешь меня? Вот такой у меня цвет волос. Тут меня чуть-чуть подстригли. Видите? А тут всё оставили. Пишите в ваших комментариях, как мне этот цвет волос. Ну, и закончим на этом наше видео, которое состоит аж из двух дней. Хочу вас всех поблагодарить за то, что нас смотрите. За то, что ставите лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал Алексея. Канал Алексей Стеблецов. Он также выкладывает свои видео на Дзен, на Ютуб, на Рутуб и ВКонтакте. Всё так же, как и я. Только нет у него телеграм-канала. Ссылку на свой телеграм-канал я оставлю под этим видео. Проходите, не теряйте меня. Если что, пишите в WhatsApp. Я номер телефона тоже под видео оставляю. До новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok